Друзья, доброго дня. 11 на часах у меня. Я думаю, что пора стартовать. Меня зовут Михаил Беляев. Я руковожу представительством Один из Bittrex в Санкт-Петербурге. В последнее время говорю, что руковожу виртуальным представительством, поскольку удаленка накрыла нас с головой точно так же. Мы все сидим по домам. И сегодня мы приветствуем вас на вебинаре номер 2. Если вы в названии видели шаг 2, прогулка, про удаленный формат. Я немножко расскажу, что сейчас будет. Я буду модератором сегодняшнего события. Буду представлять спикеров. И сейчас такая организационная часть. Я поговорю, сколько мы с вами здесь будем вместе и о чем будем говорить. Начнем с того, что цикл вебинаров про удаленную работу, который сейчас есть, он состоит из пикеров. ...частей. Вы сегодня на второй, и мы говорим про бизнес-процессы и про документы немножко в рамках этих бизнес-процессов. Мы задумывали этот цикл про... ...углубленное погружение в разные отрасли удаленной работы. Не просто по верхам посмотреть, а взять какую-то предметную область и посмотреть на нее поглубже. Еще в тот момент, пока карантин не был обязательным, мы не сидели все по домам, и поэтому мы говорили, давайте мы попробуем погулять, например, по Петербургу. Посмотреть, как это будет на крыше Петербурга или как в какой-то прекрасной локации. Ну, поскольку локация у нас теперь у всех одна примерно, ну, не считая комнат, в которые мы можем перемещаться по квартире, то мы решили сделать, ну, такие общие фоны. Вы сегодня за спинами спикеров будете видеть какие-то прогулочные фоны. Вот сейчас мы представляем, что мы в парке, и такую атмосферу примерную будем создавать. Значит, про что мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить про бизнес-процессы, когда компания ушла на удаленную работу и осознает, что у нее есть, ну, обычные процедуры. Подписать договор, взять на работу сотрудника или еще что-то, что требует документа. Живого печатного документа или какой-то процедуры. Посоветоваться, получить добро и пойти дальше. Значит, и мы сегодня будем говорить в двух частях про эти процессы. Первая часть... ...что будет посвящена внутренним процессам. Мы поговорим про то, каким образом вот эти маленькие процедуры, которые теперь распределились по домам у всех сотрудников, можно сделать, достаточно комфортными и вообще рабочими. Что такое бизнес-процессы, как с ними быть и как их можно автоматизировать. На базе BITREX24 будем отсылки делать к сервису BITREX24. Это будет первая часть. Во второй части мы поговорим про внешний документооборот. Вот то, что внутреннее будет первой. Внешний документооборот, когда мы с контрагентами меняемся, договором, актом, накладными, может быть, какими-то еще... Привет. Олег, привет. Да. Мы с тобой в парке. Да. Друзья, всем ли видно хорошо? Слышно хорошо, и Олега тоже. Я пока молчу. Всем доброе утро. Так, все, я вижу плюсы. Да, все здорово. Значит, друзья, у кого нет видео, мы рекомендуем немножко перезагрузиться. Такое бывает, если мы в чатике будем видеть, что у многих что-то пропадает, мы постараемся подкорректировать. Но если вы видите, что остальных окей, а у вас не очень, попробуйте обновить страничку. Так чаще всего работает. Олег, я немножко начал тебя представлять. Вот, я знаю, что у тебя есть прям целый слайд про то, что вы делаете, и, наверное, лучше по себе, чем ты, вряд ли кто-то расскажет. Значит, с Олегом у нас будет первая часть, и у Олега есть презентация со слайдами. Мы будем вопросиками друг друга перебивать немного, но в целом будем двигаться вот по такой камве. Компания ушла в удаленный формат, у нее есть теперь сотрудники, которые сидят по домам, и оказывается... Все, отлично. Так, сейчас, секунду. Да. Всем видно все хорошо? По крайней мере, мне видно и слышно здорово. Надеюсь. Ага, отлично. Отлично. Ну, кратко представлюсь. Компания IT-интегратор Fusion. Мы уже 12 лет занимаемся автоматизацией бизнеса, и в этом, естественно, там... На тареле. В целом, есть там среди клиентов у нас как и небольшие бизнесы, и кого мы автоматизируем, там, на облаке, так и большие, там, вплоть до завода, скажем так. Это факт. Это так и есть. Если какие-то будут вопросы, в целом, не стесняйтесь, задавайте их в чат. Мы будем специально оставлять время с Михаилом, может быть, будем прерываться периодически. Вот тут сразу вопрос, запись будет. И в целом поговорим о следующем. Вообще, в целом, поговорим о бизнес-процессе. Что такое бизнес-процесс? Потому что очень часто не осознают, не путают их, либо вообще думают, что бизнес-процесс – какая-то автоматизированная вещь. Как внедрить этот бизнес-процесс в компанию? Как автоматизировать? Как вообще в целом выстраивать? То есть чуть-чуть, наверное, зайдем с общих терминов, и потом поговорим уже про удаленку и поговорим о практике. Наверное, поспрашиваем вас, как у вас получается сейчас работать. Поехали дальше. В целом, да, потом будет еще два момента таких. Это будет два чек-листа, чек-лист и практические советы. Это некое summary, наверное, с нашего вебинара. Тезисно, что проверять, как оно работает. И как можно упростить текущие процессы. Также, конечно, ждем вопросы. Будем рады обратной связи. Итак, что такое процесс в целом? Процесс – это не только бизнес-процесс. Что такое это? В целом, процесс – это некая повторяющаяся последовательность действий с конечным прогнозируемым результатом. То есть процесс может быть не только рабочий, а бизнес-процесс – это, естественно, то, что у нас происходит в нашей профессиональной деятельности. Вот этим они отличаются. По-моему, это в твою сторону. Наверное, сразу вопрос к вам. Покидайте, наверное, там процессы, бизнес-процессы, которые есть у вас. Так, говорят, что кто-то подвисает. Возможно. Ну, я решу, нет? Я надеюсь, нет. Так, смотри. Говорят, на секундочку продолжай. Висишь немножко, попробуй включить, выключай камеру. В целом, звук есть, но у меня злокой иногда помисаешь. Да. И включай. Вот, у меня отвис. Да. Друзья, поставьте плюсики. Отвис, Олег. Да, отлично. Да, покидайте нам, пожалуйста, в чат пример бизнес-процессов, которые у вас есть. Вот что вы считаете бизнес-процессами? Есть. Появился. Отлично. Отлично. Я не вижу. Как это работает? Волосование договора. Командировка. Прием заказов от клиента. Служебная записка, оформление командировки, оформление... Звук слышно. Спасибо большое, друзья, за активность. Ну, в целом, понятно. Я смотрю, в принципе. А вот как раз вопрос, вот один кто-то пишет, что все у нас являются процессами. На самом деле, не все, что у нас происходит в профессиональной деятельности, является бизнес-процессами. И вот есть ряд таких не бизнес-процессов или не процессов вообще. Это те события, которые наступают, например, внезапно. То есть, тот же самый, например, та самая наша самоизоляция карантинства, привело нас зайти по домам. Работа распределена. В принципе, это не является процессом. Но если это будет повторяться постоянно, то, естественно, можно расписать порядок последних действий. И после этого начать работать уже постоянно. С процессами вроде бы мы прошли, да. Я видел в ответах практически все процессы. Ну, давай. Ну, например, ну, как я сказал, единичные связанные задачи. То есть, пришел у нас, например, приказ сверху, внешний фактор, например. Пришел новый приказ, что мы тебе тут сдаем отчетность по-другому. Нам надо переделать внутренние процессы, внутренние вещи под что-то другое. Например, тот самый как раз новый закон, там, карантин и так далее. То есть, мы должны одномоментно работать по-другому. Это не процесс. То есть, повторяем, если он регулярно, он процесс. Если это единичная работа, нет, не получается. Вроде простая проверка. Ну, естественно, да. Поэтому то, что повторяется, все можно вначале описать, регламентировать. Об этом я попозже расскажу. И, по-моему, популярные все угадали. Как проверить? Я видел в чате, по-моему, все строчки отсюда. Давайте потом. Ну, я могу как раз рассказать то, что самое популярное, что у нас есть, именно процессы, которые мы внедряем там из раза в раз, это как раз прием сотрудника. Перекоментировать и автоматизировать. Вот. И в целом хотел сказать, что на все эти бизнес-процессы у нас есть общие шаблоны. И по запросу мы можем вам их выслать для внедрения у себя. Но сразу же обращу внимание на то, что это типовые базовые шаблоны, которые можно потом уже адаптировать под вас. То есть не все там, оно может не сразу заработать, потому что есть отдельные поля, отдельные настройки и разные процессы у каждого. Да. А вот, как обычно бывает, с этим типом показать, один небольшой пример. Это бизнес-процесс на согласование счета. Давай какой-нибудь пример. Ну, давай с форселом. Сейчас я запускаю. Секундочку. Да, я запускаю видео, чтобы... Угу. Угу. Включаюсь. И мы собираемся показывать вам маленький видеоролик, на котором записано как раз согласование счета, автоматизированное согласование счета. Сейчас запускается. В целом, я рассказываю, это последовательность действий из... Сейчас запускаем. По сути... Секунду. Есть, поехали. Что мы видим? Это как процесс выглядит внутри системы. Я думаю, те, кто пользуется уже Bittrex, уже видели, либо знают. Кто не пользовался, я расскажу кратенько. Да, это у нас последовательность действий. Это блок-схема, как она представлена внутри Bittrex24. Бизнес-процесс состоит из двух веток. Это входящие данные, это утверждение руководителем и утверждение бухгалтером счета. После чего у нас идет запрос информации и так далее. Как это выглядит у нас визуально? То есть есть у нас... Сейчас я прям покажу вам сразу же. У нас есть у нас живая лента. В живой ленте мы запускаем процесс согласования счета. Пишем как раз наименование, такой-то, такой-то счет, такая-то сумма. Пишем обоснование, если нужно, дату оплаты желаемую. Добавляем файл счета, что просит обычный бухгалтер. И отправляем. При этом руководителю приходит бизнес-процесс, и он должен согласовать его, либо отклонить. То есть, в принципе, вот здесь мы показали просто типовую ситуацию последнего месяца. отклоняется. Как вариант. И вот при этом приходит уведомление у руководителя, постановщику, то, что счет не утвержден. По такой-то, такой-то причине. Предлагаю вернуться. Это просто был простой процесс. Так. Опа, есть. Отлично. Я тогда включаю камеру. Поехали дальше. Итак, каким образом в целом надо описать бизнес-процесс? В целом, если мы возьмем нашу деятельность, то всегда можно, в первую очередь, описать хоть как-нибудь процесс, который у нас есть. То есть вот здесь, например, у меня есть на слайде, это процесс приема сотрудника на работу, как он там был описан нашего клиента. То есть мы пришли, его описали прям просто текстом, шаг за шагом, степ за степ. Не нужно делать и рисовать на первом этапе каких-то схем, сложных там в нотациях делать и так далее. Просто опишите, как это работает, и продумайте вообще, как оно логически должно действовать. И в целом процессом, именно автоматизация процесса, можно заняться там, где вы теряете очень много времени на типовых операциях либо повторяющейся какая-то происходит работа. То есть там носите, например... Ну, окей, вот процесс приема сотрудника на работу. То есть когда мы принимаем нового сотрудника на работу, необходимо подготовить рабочее место, необходимо уведомить IT-службу либо службу безопасности, подготовить пропуск, компьютер, ввести учетки у него. Служба кадров должна кучу документов подготовить, приказов для ознакомления и так далее. И там руководитель должен подготовиться к плану ввода в должность. То есть здесь, в принципе, целый процесс спрятанный на выход каждого сотрудника. И вот эти напоминалки-пеналки, они могут дать как раз плановую подготовку к выходу сотрудника, ну и дальше, когда он вышел, что нужно что с ним делать. То есть автоматизируется эти процессы. Дальше, когда вы это сделали, в целом можно построить обычную логическую схему, как это будет работать, для того, чтобы понять, визуализировать для себя и уже осознать, да, оно, в принципе, так работает. В идеале, конечно, потом расписать это все в какой-то из нотаций, но это лучше уже довериться профессионалам, если у вас есть там в компании бизнес-аналитик, он знает эти схемы все. Либо, когда вы приходите уже к подрядчикам, то есть подрядчик вас опросил, описал, и после этого уже состоял в принципе в любой системе, да, там. И она уже никуда, она не исчезнет. Любой новый человек, который ее опросил, коллеги пишут в комментариях, что не видно совсем надписей на схемах. Схема для понимания показана, тут не принципиально сейчас, что написано в каждом квадратике, просто Олег показывает, как схема постепенно обрастает. То есть вроде бы простой процесс приема сотрудника на работу, если раскладываешь его на бумаге, превращается в не очень простой, вроде бы много нужно чего не забыть, а это пример, описанный по определенным правилам. Вот BPMN, если что-то кому-то говорит аббревиатура, вот если нет, то это просто определенное правило описания процессов, когда вы все предусмотрели, и потом с этим процессом можно идти автоматизироваться, вот как оно есть. И вот тут тоже в комментариях пишут, что можно, например, это описывать в майндмэпе, да, это тоже, в принципе, один из неплохих, даже хороших, наверное, способов описания бизнес-процессов внутри. Так, вернемся тогда. В целом, когда вы описываете этот процесс, не забывайте про такие вещи, как именно схема движения документов, потому что мы можем, например, замечательно расписать, кто зачем что делает, а параллельно надо с этим продумать вообще, как у нас движется документация, и какие задачи ставятся, кто ответственный, зона ответственности, и какие вообще данные мы должны тащить с собой за процессом. То есть здесь много скрытых камней, и, по-моему, как раз будет следующий слайд про это как раз, да, пройдитесь по процессу, так сказать, ножками, да, или хотя бы ручками. Первое. Удобно ли, то есть оно повторяет вашу деятельность, нет ли избыточности, потому что часто у нас бывает такое, что мы приходим автоматизировать какую-то компанию, и сразу же вначале рассказывается простейший процесс, то он говорит, о, а давайте-ка сюда воткнем еще там. Мы хотим, чтобы руководитель знал, например, там участвовал там все, руководители отделов и так далее. И получается, что из простейшего процесса согласования документов у нас какая-то получается там четырехэтажное строение. Зачем? Поэтому упрощаем, не делаем дублирования, убираем избыточность, и главное, чтобы достигался результат. Чем проще, тем лучше. Есть парочку таких, наверное, практических уже, наверное, там рекомендаций. Очень часто, когда, особенно компания маленькая, бизнес-процесс строится на людях. То есть, да, это там Иван Иванович за это отвечает, давайте пишем его ответственность, здесь там Екатерина Анатольевна за это отвечает, и получается так, что все процессы завязаны на людях, и когда кто-то, например, например, там в отпуск уехал, заболел, отсутствует, либо не может связаться, то весь процесс виснет. Это раз момент. И второй момент у нас тоже был из нашей практики, когда поставили на одного человека процесс, и он говорит, да-да-да, ставьте на меня, потому что я мне это интересно, я этим занимаюсь, я ответственен за это. Потом он вырос на позицию выше, и он стал руководителем подразделения, и до сих пор все завязано на него. То есть, Семен Иванов, например, мы привязываемся к роли, верно? Да. Именно. Бухгалтер, например, да, там. И еще там, третий, наверное, момент отсюда, он такой, первое, то, что когда вы привязываетесь на людей, и некоторые процессы можно запускать автоматически, например, там, каждый, например, там, ну, к примеру, да, каждый месяц вам необходимо сдать отчетность, и какой-то там процесс может активироваться самостоятельно от имени какого-то человека. И то есть, если от этого человека будет активироваться процесс, он может быть уже, там, не работать в компании, например, там, у тебя есть пенсии и так далее. Представляете, как процесс долго работает, если человек ушел на пенсию, не планировал, не будет, например, совсем грустный период работы. Так, с ролями понятно. Давайте дальше немножко. Дальше, поехали. И в целом, наверное, еще один такой момент важный, да, не забывайте о том, что за какие-то процессы надо, то есть может принимать процесс не один человек, а может быть какой-то его зам, например, либо один из нескольких людей. То есть, например, если нам надо согласовать там, не знаю, там, не счет, а что-то там, проверить документ, то можно сделать там любое из юридического отдела. Это раз. И второе, там можно, там, возможности делегировать процесс, потому что человек в отпуске, его замещающий может делать и так далее. То есть, в целом, тут механизмы очень гибкие, и здесь главное, просто продумайте вот эти все нюансы у себя, а как это наложить на систему, да, дайте нам это, мы вам поможем и расскажем. Так, дальше. Ну, естественно, что я уже говорил, что, наверное, повторю, вначале внедрите в простом варианте, а потом уже уточняйте, детализируйте, и наращивайте уже функционал, потому что, чтобы, например, типовой процесс, который будет чуть-чуть у нас отработан именно в системе, чтобы потом можно было уже навесить на него много-много мяса, то есть на это дерево. Которые посложнее, да? Уже. И чтобы оно заработало уже эффективно. Как раз предлагаю сейчас, наверное, перейти к следующему примеру. Который много раз упоминался в комментариях, да, это действительно бизнес-процесс, один из самых популярных, Олег Галилович. Как раз это тот самый процесс приема сотрудника. Описанный. Ну, понятно, что все так поступали, но описанный. Вот интересно, кстати, у кого-то есть бизнес-процесс увольнения сотрудника? Открываем. И описанный, и настроенный, я даже вижу один пункт. В целом, просто тут просят процесс создания бизнес-процесса, покажите. Сейчас я тогда не буду... Процесс создания... Мы специально это не стали выносить сюда, потому что иначе у нас наш вебинар затянется часа на два-три. Потому что, в качестве примера, мы, например, когда показывали бизнес-процессы в одной компании, мы просто за час настроили бизнес-процесс работы курьера. То есть подача курьера, заявки на курьера, курьер едет, привозит, не привозит и так далее. То есть, в принципе, на практике это можно показывать, но я думаю, что это именно практические занятия, и это не тема нашего вебинара. Поехали. Вот у нас есть процесс приема сотрудника. По шагам расскажу, как это делается, и покажу, как это реализовано частями, наверное, уже на практике. Мы заполняем информацию о сотруднике, дальше мы подготавливаемся к выходу этого сотрудника, мы параллельно даем задачи в HR, в АХО, руководителю и IT на выполнение каких-то либо задач. То есть, IT подготовить рабочее место, завести, как я уже говорил, завести его, например, в Active Directory и так далее. И потом уже, когда человек вышел, сейчас, когда человек уже вышел, то есть приходит уведомление об окончании подготовки, после того, как человек вышел, дается ему конкретные задачи на выполнение, уже на ввод в роль, в живую ленту сообщается, что вышел новый сотрудник, и руководителю есть задачи на введение в план должности. И после этого, когда человек вышел, мы его мониторим, его деятельность, вначале каждые 7 дней, потом через месяц, через 2 месяца, и по окончании с сроком принимаем решение, подходит он нам или не подходит. То есть вот такой процесс, он упрощенный, потому что в реальности мы делаем еще сложнее процессы, потому что здесь очень много, может быть, и подразделений, и конкретные задачи на ввод в должность могут быть, там, курсы, тесты и так далее. То есть это такой простой процесс. То есть показываю, да, прием сотрудника, HR-менеджер пишет фамилию, имя, отчество сотрудника, указывает его дату рождения, его должность, кто будет его руководителем, потому что руководители будут ставить непосредственно задачи ему, и планирую дату выхода. В соответствии с этим у нас выходит уведомление уведомление всем лицам заинтересованным, вот IT, например, получается задание, на ввод в систему нового сотрудника. Он создает сотрудника и указывает его для тонейшей его постановки задачи. Он отправляет процесс, после этого, после того, как все параллельно сделали свои задачи, приходит уведомление о том, что подготовка к выходу нового сотрудника завершена, и то есть мы понимаем, что, в принципе, у нас все готово носить рабочее место и так далее. Приходит сотрудник, ему ставится задача, что надо сделать в первую очередь, он сделал, ознакомился, ну и по окончанию испытательного срока руководитель должен принять, либо отклонить сотрудника в работе. В целом так. Прошел испытательный срок или нет? Я тут маленькую ремарку дам, друзья. В видео есть, ну, такие две части. Первая, которую вы видели, или это конструктор бизнес-процессов со схемами, стрелочками, вот то, что мы показывали, как это настраивается, как логически движется схема. Ее обычно видит только администратор портала или интегратор, который настраивает процесс. Сотрудники, которые пользуются процессом, видят вторую часть, когда им просто приходит в интерфейсе более красиво отрисованная задача, они ее выполняют, там отмечают галочками, что они сделали, не сделали, нажимают кнопку «Да, я все выполнил», и дальше процесс самостоятельно идет куда-то. спрашивают как раз последовательный статусный процесс. Да, есть два типа процессов, это по статусам и последовательный. Если это простейший процесс, то его проще сделать последовательным. Если у нас есть множество условий, множество согласований, то лучше его реализовать в статусах. Сейчас я просто специально показываю, чтобы не тратить много времени на примитивных простых процессах, чтобы просто дать вам понятие, как... Тут была в чате ссылка, да, была в чате ссылка на курс по бизнес-процессам, да, друзья, если интересно, как это руками делается внутри Bittrex24, например, вы там, пользователь системы, у нас есть курс, где по шагам описано, что можно сделать, какие есть возможности, можно посмотреть, почитать самостоятельно. Ну, я предлагаю ехать дальше. Да. В целом, хочу как раз перейти, наверное, к следующему такому нашему важному моменту, это как раз этапу, это как раз как переехать, наверное, как начать работать распределено и удаленно. Наверное, общий вопрос, наверное, там, 1, 2, 3, наверное, отпишитесь. Один, если вы там полностью переехали на удаленку, и у вас в офисе никого нет. Два, то, что у вас есть, например, там, представители в офисе. И три, у вас не получается работать удаленно, вы работаете только в офисе. Это прям интересно просто... Ну, вот, троек, я почти не умею. Четыре. Это не было. Это значит, вы еще в офис добрали людей, я так понимаю. Ну, в целом, смотрю, в основном это 1 и 2. То есть, в принципе, компании наладили... Я скажу про нас. У нас, например, в офисе у нас входит очень ограниченное количество людей. Это бухгалтерия, в первую очередь, наверное, и единственное, потому что это, наверное, уже, наверное, отсылка как раз будет уже к следующему докладу, то, что не все наши там контрагенты готовы работать по ИДО, и поэтому приходится работать с курьерами, печаться документы и так далее. Ну, это как раз будет, наверное, там, в пользу... Да, это мы посмотрим на второй части. Можно ли что-то сделать с людьми, которые не готовы к электронному документообороту? Ой, это у меня... Мой бухгалтер тоже спрашивал. У меня такой же вопрос. Что делать с этим людьми? В целом, то, что я увидел, когда мы переехали в распределенный режим, то, что количество... В первую неделю количество коммуникаций возросло, наверное, многократно, потому что люди разошлись по домам, не все процессы были отлажены, потому что в офисе всегда можно подойти, спросить, там, потыкать пальчиком человека, что там где там, и вдруг какие-то процессы начали... Они не до конца описаны, они на понятийном уровне, и очень понятно, что сделать в офисе. А что делать распределено, очень не всегда понятно и трудно. Поэтому вот такие вещи у нас были. Интересно просто, если у кого-то есть там тоже примеры, пишите, тоже интересно, как вот у вас было. И в целом, что делать... Более подробно это расписано как раз в чек-листе, которые там вышли. В целом, если у вас... Вы переходите на удаленку, очень посмотрите, и озаботьтесь именно регламентами. То есть регламент — это описание процессов, как у вас идет. То есть кто за что отвечает, кто за кем там делает что-то и так далее. То есть здесь... Я тут подробно не буду на этом останавливаться, просто продумайте об этом. Второй момент. Используйте меньше документов, потому что если мы приходим в большую компанию, у них там каждое действие сопровождается бумажкой. То есть надо бумажку носить из кабинета в кабинет, подписываться и так далее. Многие процессы в систему, там, в Bittrex 24, в том же, можно реализовывать, автоматизировать без бумаги. То есть мы собираем данные и документ формируем только в конце. То есть когда уже его отправляют на подпись, либо даже уже там в Edo, например, то же самое. То есть где можно не использовать бумажки и без них обойтись, не используйте. И это реально, кстати говоря. Ну, в целом, как раз, наверное, я все рассказал. И основной момент такой, на что хотел обратить внимание, что в целом Bittrex – это система, где каждый Bittrex 24, где каждый человек у нас идентифицирован. Если вы боитесь про безопасность, о чем мы попозже поговорим, есть двухфакторная авторизация. То есть мы можем с помощью логина, пароля и плюс еще там ключа дополнительно авторизироваться. То есть в целом каждый человек – это он сам. И мы, все действия наши логируются, и мы всегда можем увидеть, кто согласовал документ, кто внес справки и кто в целом его просматривал даже, например. Поэтому здесь вот без проблем. И хотел, наверное, там третий пример показать, рассказать. В целом, каким образом можно сделать, наладить именно там подготовку документов и бумаг вообще через бизнес-процессы, через Bittrex 24. В целом, в Bittrex есть встроенный механизм на генерации документов, любых документов. Мы это у себя используем уже давно, наверное, года три уже, наверное. Вначале была самописка у нас, потом мы уже перешли на стандартный функционал. И у нас от каждого направления сделок у нас привязаны свои формы договоров, доп. соглашений, и мы, в принципе, через конструктор всегда можем создать, не используя там труд бухгалтера, юриста, помощника менеджера, любой менеджер может создать документ, максимально подходящий уже, без всяких ошибок, под конкретного клиента. Ну, то есть прямо автоматически, не сам его делать, когда говорят, составьте договор, все реквизиты уже в базе, ты нажимаешь кнопку, или я забегаю вперед в видео. А я покажу сейчас, да. То есть в целом, не нужно ни скачивать, ни смотреть, какая там шаблон и так далее. Шаблоны хранятся уже в системе, в шаблонах везде вставлены переменные, то есть можно заполнять конкретные данные от клиента, либо от переменных данных, сейчас покажу. И в целом, то есть процесс составления документа, это внести конкретику и сгенерировать документ. И дальше вот про это согласование. Вот, в принципе, тут показаны два бизнес-процесса, это договор и договор соглашения. Я думаю, сейчас как раз их покажем. Я открываю как раз видео. Да, сейчас мы покажем кусочек видео в интерфейсе Bittrex 24, как эти документы могут создаваться. Там есть этап настройки, мы его пропускаем. Да, здесь именно как оно работает, уже покажем. Это сделка, то есть у нас есть бизнес-процесс. В бизнес-процессе мы создаем договор. Мы указываем дату договора, мы указываем время и дальше указываем, например, те данные, которые нужны для нас. То есть у нас, например, в договор заполняются какие-то данные, кто ответственный, за какие моменты отвечает. Вот сейчас мы как раз вводим людей, сохраняем. И в целом у нас, в принципе, договор создан уже. И дальше второй покажем процесс, это создание дополнительного соглашения. Оно попроще, оно привязано к договору, то есть мы заводим какие-то данные по договору конкретному. Мы тип дополнительного соглашения пишем, потому что в зависимости от типа у нас есть разные поля. И можем дальше его отправить к клиенту, отправить на диск и дальше уже работать со статусом у него. То есть мы можем скачать договор в любом из форматов, либо отправить на email сразу заказчику. И у нас была сделка на 1 миллион рублей, сразу все подставляется сюда, подставляются реквизиты наши. Также, если бы у нас были заполнены реквизиты нашего контрагента, у нас были бы здесь тоже заполнены реквизиты и его. То есть, в принципе, полностью шаблон, который можно сразу же с печатью и уже там пронумерованный, даже мы где-то делали для клиентов фото марки настраивали, уже запускать в работу. у нас процесс... Сейчас я просто включу обратно на... переключусь дальше на презентацию. Процесс отлажен уже давно, у нас есть статусы по согласованию, типовой, нетиповой бизнес-процесс, и дальше уже отправка клиентов, то есть, с помощью ИДО, там, курьером, либо сам менеджер везет и так далее. То есть, и электронные версии, подписанные версии договоров, мы подборожаем тоже с ФРМ, как работает у нас. То есть, разных кейсов, ситуаций, поэтому реализовано множество, поэтому здесь, наверное, если там с удовольствием отвечу на вопросы, как... кому как делать. все шаблоны договора, да, мы заливаем. Но это, в целом, делает администратор, то есть, человек, у которого есть доступы. Очень просто, это сам шаблон документа загружается в Bittrex, и дальше в полях, где у нас нужны, например, подстановка наших данных, записываются перемены. В принципе, процесс несложный, и здесь, наверное, каких-то особых сложностей, чтобы обучить сотрудника это делать, не нужно. То есть, у нас, в принципе, это делают там обычные менеджеры, программисты. Да, немножко на безопасности и страхах, что вот сейчас мы переехали все на удаленку, сидим по домам, менеджер работает с каким-то облачным порталом. Во-первых, и так страшно, что такое облачный портал. Во-вторых, еще и менеджер сидит где-то, я его не вижу, что он там делает. Страхи, это оправдано? Ну, давай, хорошо, давай тогда, наверное, тебя в ответ спрошу. Что касается, я, наверное, расскажу свой опыт из работы с портальными, то есть, с коробочными версиями BITR24, что у нас было. У нас часто бывают аварии, не усмотрели, что кончилось место. Это системные администраторы наших заказчиков. Бывает так, что упала система, сервер упал, либо диски полетели. То есть, каких-то аварийных ситуаций множество. И есть еще тоже одна штучка, не буду забегать тоже. Я могу даже вот так вот сделать, наверное, так перейду, потом сюда вернемся. Ладно. Вернемся потом к этому. В общем, сразу расскажу, что у нас было. То есть, у нас у многих клиентов на хостинге были развернуты порталы, на обычном хостинге. И когда хозяева хостинга в один момент взяли и не договорились друг с другом, они просто погасили. И все, у кого были там ресурсы, это и сайт, и внутренние порталы, на этом хостинге, те, у кого не смогли работать, только у кого потеряли данные. Да. Причем, у кого не было бэкапов на других хостингах, не в этом хостинге. То есть, такая маленькая фишечка, мы там в 90% случаев храним бэкап так же. То есть, и мы вот неделю восстанавливали данные для наших клиентов, помогали им это сделать, потому что была такая проблема, естественно, это не наше то, что мы не хостинг, мы там только помогаем разворачивать, но помогли, развернули, все восстановили. А теперь вопрос, наверное, Миш, к тебе. А какая? Я сейчас могу запутаться в цифрах, но это 99,8%, в районе 99%, если мы говорим про облачную инфраструктуру, то есть 100% по облакам нет, к сожалению, ни у кого. Действительно, бывают какие-то перебои в любом сервисе, но доступность, то есть работа с системой около 99%. Я хотел как раз сказать, если мы берем корпоративные системы, то там гораздо ниже и стабильность системы, и сбоев гораздо больше, то есть в целом в наших договорах у наших клиентов, у кого мы спрашиваем, если это 95-97, это отлично. Ну, 99-95, как тут спрашивают, может быть, естественно, но тут зависит все не только от нас, бывают, например, большие аварии, которые затрагивают всех, все сети, поэтому тут, к сожалению, мы все готовы на 100, но, к сожалению, это не всегда получается. Гарантировать, к сожалению, никто не может, но тем не менее, даже вот просто 99, без 99, там, с половиной или 8, это достаточно хорошая доступность системы, если мы говорим про облако. Обеспечить такую же доступность системы у себя на сервере, И что касается потери информации и утечки информации, вот в целом, если мы возьмем, например, там, мои случаи, наверное, что у нас было из опыта, там, работать с нашими клиентами, то есть в торговых компаниях, если он, у вас система внутри, за контуром и так далее, и у вас даже флешку нельзя, там, воткнуть в компьютер, да, в любом случае, у сотрудника есть телефон, с которым он может просто сфотографироваться с экрана, все, то есть утечка информации, она в любом случае будет, если человек захочет, либо думает, как-нибудь. Поэтому, да, это чаще всего это как-то самая социальная инженерия и либо просто халатность, либо просто, там, не настроили нормально доступа. Вот, потеря. Ну, давай посравниваем, просто человек в офисе, обычно, вот, там, большинство компаний жили в офисе без удаленных рабочих мест, и теперь они раз и переехали все по домам. Безопасность провисла, ну, допустим, им нужно уйти в облако, в облако Битрикс, они переходят в облако Битрикса и переносят туда процессы и документы. Первое, если мы просто в обычной системе, мы просто разбегаемся по домам, что мы делаем с собой? Мы с собой вытаскиваем кучу документов. В электронном виде, на диск, либо просто там папочки и так далее. Все, уже пошла информация. Если мы берем, говорим про систему про Битрикс 24, облачные, либо даже коробочные, то здесь все документы хранятся внутри. Это первый момент. Второй момент, что у нас есть разграничение к доступу к документам, и мы можем в принципе запрещать права на доступ к чтению, там, скачанную и вообще даже доступ на чтение любым людям, которым это, сотрудникам, которым это не нужно. И в целом, я могу прям кратенько расскажу про наш, там, один из проектов, был, это торговая компания, они начали видеть, что у них сотрудники начинают сливать документы и скидывать конкурентам. То есть нашли одного человека, они задумывались тем, чтобы обеспечить правильную защиту. И мы для них на диск, как раз на приложении диск, мы настраивали, это сразу скажу, что это коробка была, мы делали логирование и контроль действий сотрудников, и автоматически после завершения какого-то проекта закрывали доступ всем, кроме администратора, и мониторили активность, сотрудников на предмет нетипичных действий, например, скачивания более чем 10 документов в день. Это, к примеру, разные гибкие метрики. И когда происходит нетиповое действие для данной должности, приходит уведомление администратору либо руководителю, и дальше уже принимается решение, да, это нормально, то есть там есть такое, либо что-то не так, и надо разобраться с этим. Ну и в целом используйте версионность документов, это больше, наверное, для сохранности информации вопрос, что если кто-то что-то там изменил, а правила и так далее, у нас в битриксе всегда сохраняется версия документов, и мы назад на один, два, три шага, если вдруг что-то, что-то не то за ли, например, использовал. Ну, критична для документов версионность, права доступа, ну и доступность в принципе документов. То есть если в общем говорить про безопасность, то уход в какую-то электронную систему, он априори безопаснее, чем работа с живыми бумажными документами, потому что вариантов утечек в живых бумажных документах, особенно когда вы их домой забираете к себе, она в принципе больше, чем в единой системе, которую вы тем более еще контролируете. Ну и Олег рассказывал, что если есть специальные требования к безопасности, там, смотреть, как сотрудники работают, нет ли каких-то утечек, и они очень критичны для бизнеса, ну, можно там колдовать, дорабатывать и строить даже вот такие схемы, когда система смотрит, как ведет себя сотрудник и либо закрывает ему доступ на редактирование и скачивание документов, либо как-то оповещает. Ну, когда... Так, у тебя слайд-ситога. Да. Ну, в целом, просто хотел даже дополнить, то что даже в базовом функционале Bittrex позволяет наладить эффективную и безопасную работу с документами, с процессами компании и вообще в целом с информацией в компании. Если этого недостаточно, то всегда можно взять напильник, допилить. Глобально, да, мы так кратенько, мы прошлись именно по процессам, как это делать. Опять же, напомню то, что мы пришлем чек-листы, инструкции, как переводить и проверить вообще, как переводить процессы на удаленку и как проверить, что у нас все нормально работает. То есть какие-то такие фишечки, наверное, там, из практики нашей. Рассказали, как экономить на документообороте, как создавать его более эффективно и просто. Ну и чуть поговорили про безопасность. В целом, здесь были вопросы как раз на каким образом связаться и написать. Пишите, связывайтесь. Если какие-то есть вопросы, что-то подсказать, обращайтесь. Мы всегда то, что обещал, все вышлю. Плюс, я так понимаю, будет доступна записи вебинара тоже. Тоже было много вопросов. И какие-то будут вопросы, мы будем, наверное, в конце, если останется время, смогу выйти на связь, поотвечать их, либо уже, может быть, обращайтесь просто на e-mail, уже там более конкретно ответьте. Хотя предлагаю, например, вот такое резюме про материалы. Мы говорили про материалы, которые чек-листы. У нас будет рассылка, надеюсь, завтра, как только у нас сконвертируется запись вебинара, мы в этой рассылке почтовой пришлем ссылку на запись вебинара, это раз. Мы пришлем ссылку на чек-листы, про которые Олег говорил. Еще Олег говорил, что у него есть шаблоны документов, которые тоже можно попросить. Мы их всем высылать не будем, потому что всем не нужны. Вот, Олег, как попросить у тебя шаблоны документов? Здесь у нас почта, просто напишите, что с вебинара интересен такой-то процесс, и с вами уже один из наших сотрудников свяжется, уже пришлет, отправит, либо поможет его настроить. Что-то бесплатно, что-то, естественно, настройка и помощь в этом. Естественно, к сожалению, труд тоже надо, к вашему сожалению, к нашему счастью, надо труд тоже оплачивать. Труд в любом случае надо оплачивать, да. Поэтому тут можешь не изменяться на самом деле. Значит, смотрите, если нужны шаблоны, пожалуйста, вот есть адрес с электронной почты прямо на этом слайде, пишите его, он простой достаточно, отправляйте письмо, хочу вот такой-то шаблон, коллеги отреагируют, пришлют. Очень много вопросов было про запись первого вебинара, это второй шаг у нас был первый. Друзья, я сейчас брошу в чат ссылку на общий лендинг, у нас там пять шагов будет, ссылка вот такая вот. Значит, если вы кликните по первому вебинару, вот самому, который был про контроль, там прям запись уже выложена. Вы можете на страничке эту запись посмотреть сразу. Если вдруг кому-то не пришло письмо, я видел несколько сообщений о том, что не дошло письмо про первый вебинар, пожалуйста, можно вернуться посмотреть. Так, и про бюджеты. Олег так замер, когда про бюджеты спросил, и картинка замерла. Не, я тут просто читаю тоже какие-то есть вопросы. Я думаю, что просто на то время уже, мое конкретное время уже закончилось, с удовольствием, наверное, послушаю Юлю дальше. Да, смотрите, мы на большую часть вопросов мы по ходу отвечали. Мы пытались ломить их в чатике и на что-то отвечать. Конечно, мы не все вопросы озвучили и не на все ответили, поэтому у нас в конце мы попробуем сделать такую сессию вопрос-ответ. Вот, вебинар не заканчивается, друзья, подождите еще. Значит, у нас первая часть с Олегом завершается, и сейчас мы будем говорить про документы внешние, со внешними контрагентами. Можно ли вот тех людей, которые говорят, я не хочу ЭДО, меняться документами по электронке, можно ли каким-то образом минимизировать количество документов. Там прям очень интересная история. Ну, и про ЭДО прям поговорим. Олег, большое спасибо. Да. Все, всем спасибо. И сейчас мы приглашаем Юлию Карякину. Юли, выходите в эфир. Юлия руководит направлением 1С-ИДО в компании 1С-Северо-Запад. Это электронный документ и оборот. И мы сейчас в ближайшие полчаса примерно поговорим про сначала то, каким образом можно там даже без подключения к электронному документу обороту сделать нашу жизнь полегче. Юля прям очень классных советов собрала. Мы созванивались заранее и думали, каким же образом действительно упратить жизнь компании, которая еще не перешла на электронный документ оборот. Дадим несколько рекомендаций, прям очень классные. И во второй, после этого поговорим про непосредственно электронный документ оборот. Говорит, у Юли небольшой шум есть. Вот. Шум пропал. Здравствуйте, коллеги. Вот у меня на заднем плане все тихо. То есть я сижу в комнате, которая... Видимо, это особенность микрофона, который практически не поменит. Возможно, да. Так, хорошо. Надеюсь, меня слышно нормально. Друзья, поставьте плюсики, слышно ли, видно ли. У меня все окей, я слышу, вижу. Да, большое спасибо. Плюсики есть, там прям много, два, три, один, все значит окей. Тогда, Юль, переключаемся на презентацию, которая есть у вас. Так, один момент. Сейчас. Это моя. Да, да, да. У меня короткая презентация, я из одного слайда. Начинаем в 11, 17 апреля. больше ничего нет. Так, вот, хорошо. И мы прям сейчас пойдем по шагам. Видно ли слайды? Потому что я в своих ответах буду опираться на них. И слышно ли меня слушателям? Все. Ну, тогда начнем. Какими документами внешними мы со своими контрагентами обмениваемся обычно? В бумажном виде, в электронном, неважно. Да, это договор, счет, акт, накладная, счет, фактура. Я рассматриваю здесь основные документы. Есть еще различные другие документы, которые присутствуют у каких-то конкретных организаций, специфические, мы их брать пока не будем. Мы будем рассматривать те документы, которые есть у всех, практически у всех организаций. От каких документов мы, например, можем отказаться? Например, от договоров. Кто не может отказаться от заключения договоров? Это государственные органы. То есть, если вы работаете с госорганами, договоры заключать обязательно. Если вы являетесь участником ФЗ-223, это закупки, или если у вас имеются сделки с недоступными, с недвижимостью. Как мы знаем, что все сделки с недвижимостью, все эти договора мы регистрировать должны в государственных органах. Какие термины мы сегодня будем рассматривать и о чем поговорим? Что такое оферта? Договор. Оферта станет договором только после оплаты покупки. И что такое акцепт? Акцепт – это согласие с условием оферты. Государство, какие законы регулируют у нас договорные отношения? Это оферты у нас регулирует гражданский кодекс, так же, как и договорные отношения. В гражданском кодексе Российской Федерации написано, что договорные отношения это не принудиловка, то есть мы можем заключать договора, можем не заключать. Ну, естественно, вот с оговоркой, которая здесь на слайде применена. Как можно работать, например, только по счету? Если, например, мы опубликуем счет оферту или будем ее высылать, что тогда должно быть в этом счете отражено? В этом счете должно быть отражено на самом деле очень максимально большое количество информации. Я ее зачитывать не буду, это будет очень долго, просто посмотрите то, что указано на слайде. То есть, как мы видим из этого перечня, тут максимально прозрачно должно быть описан весь процесс, который будет идти по сделке. Соответственно, наименование, количество, стоимость, сроки и так далее. Обычно это мы прописываем в договорах между контрагентами. Соответственно, договор можно не заключать, если у нас будет расширенный счет. Если мы хотим отказаться от договоров, от счетов, а просто опубликовать оферту на нашем сайте. Во-первых, есть перечень документов, точнее, перечень того, что мы не можем продавать через договор оферты или через оферту. Это товары и услуги, которые нельзя продавать через интернет. Мы, соответственно, их не можем через оферту продавать. Это алкоголь, табак, лекарства нетрадиционной медицины. Оказывается, еще для меня было интересно, что поддельные дорожные знаки продают. Ну и, соответственно, эти ограничения, они не четко установлены, они плавающие. Кто их устанавливает, это государство и банки, платежные системы. Да, танки, к сожалению, нельзя. Список ограничений может меняться и зависит он от государственных органов, от банков и от контролирующих органов наших, то есть не от нас. Соответственно, когда мы хотим разместить оферту на наших сайтах, о чем нужно сначала задуматься, задать себе вопрос один. Все ли условия будут одинаковы для всех клиентов, которые к нам будут обращаться. Если у вас будут отличаться условия, под разных клиентов будут разные условия, то лучше офертой не пользоваться, лучше заключать договора. Соответственно, давайте тогда рассмотрим вопрос, можно ли отказаться от актов или других закрывающих документов. Тут на самом деле вопрос такой был щепетильный, я его пыталась очень глубоко проработать, но вот все, что мне удалось узнать. Значит, если вы на общей системе налогообложения, то вы без подписанных со второй стороны актов и накладных обойтись не сможете, потому что вы должны рассчитывать налоги, отчитываться в налоговую и обосновывать доходы вашей компании. Соответственно, документы, вы должны обмениваться документами и актами, и накладными. У вас документы оборот этот нельзя ликвидировать в компании. Если же у вас система налогообложения другая, например, вы не платильщик НДС или ИП, то вам нужны будут только накладные. Акт как документ с обратной подписью вы можете исключить из своего внешнего документа оборота. Но есть еще одно но. Обратите внимание, что если вы работаете по договору подряда и по договору строительного подряда приемки работ, то акты в таких случаях тоже обязательны. Об этом у нас написано в этих статьях нашего кодекса Российской Федерации. Соответственно, мы и можем отказаться, и не можем, если вот такие условия. Соответственно, бывают такие случаи, когда у нас с внешними контрагентами идет некая переписка. И мы, например, не хотим, вот допустим, я ИП, и мы договаривались в переписке в электронной, что они нам заплатят тогда-то, мы сделаем такую-то работу, то есть мы расписали все очень четко, понятно и доступно, то есть полностью продумали все риски для себя, не заключая договоров, но имея переписку выставили счет и так далее. Что тогда, может ли быть эта переписка юридически значимой? На это нет однозначного ответа, я ознакомилась с различными судебными практиками, это на самом деле очень сложно и на мой взгляд переписки не рекомендуются использовать как подтверждение там выполненных работ, оплаты и так далее, потому что должен быть ряд условий, которые должны соблюдаться в этой переписке, соответственно идентификатор сторон переписки должен быть четкий, то есть это не какие-то домены там Яндекс, Мейл, Ру, это должны быть домены корпоративные, чтобы вы могли подтвердить, что вот конкретный человек, который участвует в переписке, он является работником данного юрлица, он имеет право вести такие переписки и так далее, то есть чтобы почта данная, с которой идет переписка, не должна быть скомпрометирована, не может быть скомпрометирована. Вот, и соответственно, ну, подтверждение аутентичности информации. Был вопрос, был, когда первый спикер выступал, в чате был такой вопрос, даже не вопрос, а утверждение, что по электронной почте первичные документы мы сканы получаем, но обратите внимание, слушатели дорогие, что документы, поступившие по электронной почте или факсу в виде скан-копий или фото-копий оригинала, они не могут подтверждать расходы организации в целях налога и прибыли. Об этом нам сказал Минфин и предупредил в своем письме номер, указан на слайде. Вот, соответственно, были случаи, когда суды рассматривали деловые переписки как доказательства выполненных работ, оплаты и так далее, но это зависит от конкретного случая, от конкретного судебного процесса и даже от конкретного судьи, да, как ни странно. Бывали случаи, когда требовалась переписка не просто распечатанная из почтового ящика, приглашался нотариус прямо в компанию, он, вы при нем, точнее, ну, те документы, та переписка, которая должна была быть использована в суде, при этом нотариусе распечатывалась, нотариус заверял ее своей подписью и печатью, и только после этого суд принимал эту деловую переписку в слушаниях. Но, я думаю, это достаточно не трудоемкая и ненужная система, поэтому лучше, конечно, перестраховываться и заключать договора. Плюс еще, что я хотела сказать, я уже перешла к другому слайду, но хочу завершить мысль свою, что если вы не заключаете договора, то нужно максимально прописывать тогда все условия сделки в других каких-то документах, в счете, в акте, в каких-то доп. соглашениях. Но если у вас нет договоров, то сделки будут считаться как разовые в судах. Очень часто, когда нет договоров, есть только акты и накладные, например, даже если вы работаете с этим поставщиком или другим контрагентом, которому поставляете товары и услуги, вы работаете давно, то суд без договоров, например, может расценить эти сделки как разовые, а к ним будет применяться другая система проверок и так далее. Соответственно, вот подписать в договоре те документы, которые можно не подписывать, например, но это опять же только тем организациям, которые не имеют общую систему налогообложения, то есть им необязательны акты подписаны. Тогда можно в договоре или в оферте написать следующее. Исполнитель выставляет акт каждый месяц до 5-го числа, за 5 дней заказчик принимает работу, подписывает оба экземпляра, если же ответа не поступило, то результат считается принятым. Причем прописать в какие сроки, обычно это 5 дней, здесь указано 5 дней. Соответственно, подведем итог, от чего можно отказаться, от каких документов внешних мы можем отказаться. можем отказаться от договора, можно его заменить офертой, но имея представление о том, кому оферта запрещена, то есть это было на предыдущих слайдах. Можно отказаться от счета, счет это не является бухгалтерским документом, в принципе можно отказаться от счета, можно прописать то, что мы будем высылать, и какие сроки, и как будут оплачены, либо в договоре, либо в акте должно быть прописано, на основании этого заказчик например или покупатель будет получать и оплачивать вам деньги. Акт обязательный для общей системы налогообложений, если у вас договор подряда и договор строительного подряда. Накладная обязательна для всех, и счет фактура, ее можно не выставлять, если вы не являетесь плательщиком НДС. Насколько я помню, накладная мы выставляем актами, услуги мы выставляем актами. Ну и соответственно, так как мы от какого-то ряда документов все-таки не можем отказаться, мы все-таки склоняемся к тому, что лучше использовать электронный обмен документами. Я только вышел немножко в эфир прокомментировать. Друзья, это как юристы любят говорить, нужно такой дисплеймер повесить сюда, чтобы сейчас мы собрали ответы на вопросы, которые видим от бизнеса. Когда люди разошлись в удаленный формат, они особенно остро стоят, можно ли от каких-то документов оказаться, потому что передавать их правда сложно, и печать только в каком-то одном месте у кого-то дома лежит, и это проблематично. Мы постарались найти ответы на вопросы, как сократить количество документов. Это рекомендации и такие направления. Мы хотели вам подсказать, о чем можно подумать. Пожалуйста, когда вы этой информацией будете в практическом плане пользоваться, например, соберетесь отказываться от договора или решите делать договор оферту, пожалуйста, проконсультируйтесь со своими юристами, чтобы все было точно. Потому что это не руководство к действию делай 1, 2, 3, 4, это мы посмотрели в разные темы и несколько советов вот таких вам дали. Это да, это обязательно, потому что под каждый конкретный случай нужно рассматривать, естественно, отдельно каждый конкретный случай. И вот договор оферты, да, можно оферту разместить на сатин. По сути, любое предложение от компании это является офертой. Рекламные материалы, листовки, просто написать в письме, что вот мы хотим вам продать вот это вот за такие-то деньги, за такой-то промежуток времени мы вам поставим. Это тоже считается офертой, но будет ли она, не возникнет ли форс-мажора, как вы потом будете доказывать, в какие сроки вы должны были все это поставить, за какую стоимость, то есть вот это надо рассматривать. Вы либо оформляете договор, где все прописываете, либо в оферте все прописываете аккуратно и четко, чтобы было понятно. Потому как у нас, к сожалению, есть люди, которые всегда будут чем-то недовольны, всегда что-то будет их не устраивать и всегда можно будет пожаловаться в Роспотребнадзор или так далее. Поэтому, конечно, это надо рассматривать по отдельности и применять к себе не полностью вот то, что все мы тут сказали, а под ситуацию, естественно. И в судах не принимают ссылка на вебинар, что в вебинаре говорили, что нам сказали, да. И мы сделали, да. Поэтому, пожалуйста, консультируйтесь, друзья. И совершенно верно, вот там было большое количество исключений вот в тех вопросах, можно ли отказаться от чего-то. Да, но очень много условий. И, скорее всего, какое-то количество компаний, может быть, даже очень большое, не попадет от варианта отказаться. Поэтому мы специально сейчас поговорим про электронный документооборот. Вот не как электронный документооборот в принципе, а как систему. Можно ли перевести документы в электронку действительно и меняться ими не в бумажном виде, в электронке? Ну, да. И теперь, каким образом это сделать? Юля, придаю слово. Да. Значит, я, так как представитель 1С, я поэтому на слайде указала 1С и до. Это электронный документооборот, который встроен в нашу систему 1С-предприятия. Но это касается вообще любого документооборота. Давайте посмотрим, какой документооборот у нас есть и что мы можем применять в этих случаях. Документооборот, я думаю, вам и так известно, что он бывает внутренний, о котором рассказывал спикер мой до меня, и внешний. Я рассказываю о внешнем документообороте. Обратите внимание, что во внутреннем документообороте мы можем использовать различные виды электронных подписей. Во внешнем же приоритет предоставляется квалифицированной электронной подписи, сокращенно у меня здесь КЭП. Какой закон у нас регулирует электронную подпись в государстве? Это ФЗ-63. Сразу оговорюсь, возможно, будут вопросы. Закон ФЗ-63, он будет меняться. Уже внесены поправки, и он будет принят с 1 июля 2020 года. О нем я сейчас говорить не буду, иначе это будет очень долго. Просто имейте в виду, что он будет меняться, и именно он регулирует наши взаимоотношения с электронной подписью. Какая бывает электронная подпись, и для чего мы можем ее применять, где мы ее можем получать? Простая электронная подпись, это пароли, СМС и так далее. Ее можно использовать во внутреннем документообороте, во внешнем с контрагентами использовать ее нельзя. Получать могут простую подпись и физические, и юридические лица. Срок годности у нее не ограничен, потому что это могут быть обычные логины и пароли, и так далее. Во внешнем документообороте мы используем усиленную электронную подпись, она бывает неквалифицированной и квалифицированной. В части документооборота юридически значимого Мы используем только квалифицированную электронную подпись. Она сейчас, на данный момент, до июля 2020 года, выдается любым удостоверяющим центром, который прошел аккредитацию ФСБ. У нас много таких удостоверяющих центров в разных городах, и эта электронная подпись выдается сейчас на год. Она защищена и имеет контейнер защищенный. Соответственно, эту усиленную квалифицированную подпись мы можем использовать в нашем документообороте и подписывать различные виды документов. На слайде я привела, какой подписью можем какие документы использовать. Но обратите внимание, что для того, чтобы документ подписанный усиленной неквалифицированной подписью имели юридическую силу, необходимо заключать дополнительное соглашение, в котором мы должны прописать, что эти документы с вот этим контрагентом, они имеют юридическую силу. Все формализованные документы, это ТОРК-12, УПД и так далее, они регламентированы законами. Это бухгалтерский закон 402 ФЗ, 63 ФЗ это об электронной подписи и приказ Минфина 175Н, который заменил приказ 50Н. Ну и, соответственно, форматы электронных УПД у нас ФНС в приказе описала. Электронную подпись я не могу показать, как выглядит, потому что это набор цифр и букв. Вам просмотр шифровки ничего не даст, то есть ее нельзя потрогать физически и посмотреть. Она выглядит как сертификат зашифрованный, собственно говоря, никак визуально ее никак не посмотреть. Ну, то есть она будет неинтересна визуально. Да, вот Дмитрий Бабенков подсказывает, что она выглядит как набор цифр и букв. Ну, собственно говоря, по моей части все. В ФЗ, 63, что меняется, объясню кратенько. Меняется то, что если будет сотрудник получать себе электронную подпись для того, чтобы подписывать от организации, как уполномоченное лицо, электронной подписью документы, то теперь в таких электронных подписях не будет использована ИНН-компания. И тогда сотруднику обязательно нужно прикладывать к документам будет электронную доверенность. Ну, это если кратко, углубляться мы не будем в этом. Михаил? Да, я вышел немножко посмотреть вопросы и в диалоге поучаствовать. Есть вопросы, как выглядит, вернее, как выглядит, где хранится электронная подпись. Можно хранить ее у тебя на компьютере, да, можно хранить ее на флешке, и тут другой вариант присутствует. Значит, смотрите, коллеги, хранить можно ее где угодно, но ФСБ настоятельно рекомендует, чтобы электронная подпись хранилась на защищенных носителях. Называются они токены, стоят они по-разному, и желательно, чтобы на одном токене не хранилась только одна электронная подпись. Иначе, получается, будет идти обращение пользователя одного к этому токену, пользователя другого, и может быть скомпрометирована одна из этих подписей. То есть так использовать нельзя. На компьютере можно записать, но нежелательно. Ну, по рекомендациям лучше хранить это на отдельном токене, а вот по-разному стоит от скольки до скольки, какой диапазон? Ну, от 600 рублей и до бесконечности в зависимости от того, какая электронная подпись, для каких нужд она используется. Да, ну, в простом обиходе это там в районе 600 тысяч рублей в таком варианте. Хорошо, давайте маленькое резюме. То есть система электронного документа оборота, когда мы подключаемся к какому оператору, к какому-то, позволяет нам меняться вот теми самыми документами, про которые мы до этого говорили, договорами, актами, накладными, считами, фактурами, в электронном формате. Бумажки не нужны. Да, если мы подключены, и наши контрагенты подключены к электронному обмену документами, мы приняли решение, какими видами документов мы будем обмениваться, соответственно, бумажный вид этих документов уже не нужен. Это у нас говорится и в законах, которые сейчас на слайде видны. То есть если кто-то беспокоится, что необходимо будет дублировать какие-то распечатанные бумажные документы, то есть их снова подписывать. Если вы выслали их в электронном виде, подписали квалифицированной электронной подписью, на той стороне также подписали своей квалифицированной подписью, они законны, и в бухгалтерском и налоговом учете и ФНС будут приняты, как настоящие документы, как бумажные, подписанные печатью и подписями. Отлично. Это в случае, когда у меня, как у компании, есть электронная система документа оборота ЭДО, и у моего контрагента тоже есть. То есть если у моих контрагентов, поставщиков, заказчиков нет такой системы, то я с ними электронно поменяться не могу. Да, это получается, если у вас есть телефон, а у вашего друга нет, вы, естественно, по пальцу позвонить ему не сможете. Соответственно, так же и здесь. Необходимо, чтобы на двух сторонах был электронный обмен документами настроен. Отлично. Я знаю, что есть некоторые нюансы, что есть несколько операторов, которые предоставляют такую услугу, и не всегда эти операторы между собой дружат. Ну, то есть вот, пронодя аналогии с телефоном, если у одного человека, условно МТС, у меня фон, то тысячу лет назад позвонить между ними было очень дорого, а внутри одного оператора можно легко. Правда ли? Ну, смотрите, сейчас существует роуминг. Так как я представитель фирмы 1С, у нас в 1С ЭДО есть все знаменитые наши операторы. Это такие, как Калуга, Астрал, Такском, Контур, Тензор, который СБИС представляет, Линк-сервис. Все они входят в нашу систему. Соответственно, если на одной стороне будет, допустим, настроен 1С ЭДО, на другой стороне какая-то система, например, СБИС или Диадок, мы вполне можем обмениваться электронными документами. То есть не обязательно иметь две одинаковые системы. Но, опять-таки, это нужно смотреть тоже по ситуации, потому что есть нюансы, которые надо смотреть при уже настроении. Есть нюансы. Хорошо, вот такой вопрос. Если я еще не подключился к ЭДО, у меня нет, но сейчас мне стало интересно, и я бы хотел это сделать. Как мне выбрать оператора конкретно? То есть, смотрите, если вы пользователь программных продуктов 1С, например, на бухгалтере, зарплаты и так далее, то, естественно, вам удобнее настраивать встроенный сервис 1С ЭДО, потому что документы заливаются сразу в программу, ее не надо вручную вносить, поступление товаров, услуг и так далее. То есть все книги покупок и продаж, счетов, фактур, все это автоматически создается. Если же у вас нет 1С программ, а вы работаете в каких-то сторонних программах, то тут уже на ваше усмотрение выбираете любую систему. Сейчас их очень достаточно много, на самом деле. Ну, то есть мне вообще можно посмотреть на своих контрагентов и спросить их. Друзья, скажите, пожалуйста, каким оператором ЭДО вы пользуетесь? И выбрать, если у меня 5 контрагентов, трое из них пользуются каким-то определенным, то выбрать то, чтобы не было нюансов роуминга, правильно? Ну да, плюс еще, естественно, надо обращать внимание, где ведется учет. Ну, в программе 1С или нет, соответственно, выбирать наиболее удобный для всей цепочки контрагентов. Оператора и систему. То есть пользователям, которые 1С используют в работе своей, им просто нужно, там уже готово все фактически, нужно подключиться и работать. Просто да, просто да, настроить. Просто да, настроить и все. Если нет, то посмотреть на там сайте условно оператора и подключиться к какому-то. Да, просто на самом деле в гугле вбить ЭДО, как настроить и так далее, да. Какие операторы? Принцип понятен. Вот я вижу вопросы про Bittrex, что лучше коробка облака, с чем дружит ЭДО, с чем не дружит. Сейчас мы на них поотвечаем. Мы вернем Олега, который проведет тоже интеграцию с Bittrex, порассказывай. Значит, а есть ли, друзья, еще вопросы касаемо электронного документооборота ЭДО, что мы сейчас Юлию позадавали? Тут про стоимость спрашивают. Ну, смотрите. А есть уже ссылочка. Кто-то запустил ссылочку на 1С. Да, да, это правильная ссылка, да. Роман Чистаков, прошу прощения, если неправильно прочитала фамилию, да, он прислал на сайт наш. Там описывается наша система и стоимость, и все остальное. Угу. Окей. Тогда хорошо. Юля, спасибо огромное. Прям огромное количество материала полезного, который мы собрали вот в первой части доклада, говоря, от чего можно отказаться. Еще раз повторимся, что это такое направление, куда посмотреть. Если вы не думали от того, что можно, например, от этого договора отказаться, то, возможно, для вас это сработает. Договор оферты, либо счета оферты. Но, пожалуйста, проконсультируйтесь с юристами. Так, отлично. Олег, с нами ли ты? Выходи гулять. Мы сейчас поотвечаем немножко про... Привет. Я вернулся на лужайку. Так, Олег здесь. Значит, я пока... Олег включает. Класс. На лужайке хорошо. Значит, сначала я бы хотел маленький комментарий. Я бы хотел передать про облако и коробку, потому что в чате активно обсуждаются эти два слова, а может быть, они не для всех там кристально понятны. Битрикс24 — это система, которая существует в двух вариантах установки, если грубо говорить. Вариант облачный, когда это сервис SaaS, вы заходите на адрес... Битрикс24.ru или на свой портал, допустим, там, михаил.битрикс24.ru, и получаете по логину, паролю всю развернутую инфраструктуру. Вам ничего делать не нужно. Ну, как электронная почта. Значит, коробочная версия — это когда вы покупаете программный продукт, ставите его на какой-то сервер, он стоит там у вас внутри компании, или это хостик... ...какой-то, то есть вы сами разворачиваете, сами администрируете и настраиваете. Преимущество первого формата, облачного, вам, правда, не нужно думать про то, чтобы поддерживать всю инфраструктуру. И там все готовое с обновлениями постоянно есть и работает. Значит, и ограничение, наверное, этого формата в том, что не все... Ну, из нашего опыта мы проводили исследование, действительно, там, и ЦПшку подключить к коробке можно. Можно сделать, но это весьма трудно, можно сделать в облаке, потому что надо писать свой модуль, и каждая вещь, нет, невозможно. Преимущество коробочного формата в том, что... ...это есть в свой API, то есть это каждый случай уникальный получается. Плюс большое наложение ограничений внутри организации. Вы делаете с ним все, что захотите, любые интеграции до организации не дошло. Хотя мы это все протестировали. Ограничение этого формата, чтобы поддержку этой системы работали. И в целом, я знаю, что таких случаев, что в результате подключились, они есть, но их не очень много. Работоспособность этой системы, берите на себя, и даже не финансовый, наверное, перерывайте на интегратор, организационный, они очень великие. По сути, по функционалу они очень близки. На текущий момент нам темы результатов, которые были, потому что мы даже у себя внутри что-то подумали. Например, сейчас мы перешли на удаленку. Я видел огромное количество запросов по этим ЭЦП с клиентами. Обычно они заканчиваются... Даже внутри какие-то договоры, да? Как ее подключить? Ну, примерно так, сколько это стоит? Примерно, сколько это? Ну, ладно, окей, мы будем без нее. ЭЦП-шка. Олег, порассказывай про свой опыт. Я, Юлия, если что-то поправит меня. То есть это самая-самая важная такая ЭЦП-шка. Поэтому здесь это. По поводу единых... Есть еще вариант через госуслуги это делать, но у госуслуг API тоже закрыт, и с ним очень трудно договориться, чтобы открыли API. Ну, то есть просто мы с этим всем сталкивались в своем случае, поэтому здесь есть множество нюансов. Есть. Да, их немножко. И если вам нужен живой человек, то обращайтесь. Я говорил, там, инфо и фьюжн.ру, напишите запрос, и у нас можем по скальку, там, по зуму, либо там, ну, сейчас не приедем, извините, но потом приехать лично. И просто там наш сотрудник, консультант покажет, вы прям вместе с ним можете пройтись, ваш процесс настроить. То есть мы такое делали, и это, кстати, очень эффективно для того, чтобы обучиться и дальше его поддерживать у себя. Небольшие. Угу. Угу. Вот, в принципе, тут кто-то правильно говорит, что механика создания – это верхушка айсберга, да. Опишите, начальник, про что мы и говорили. Потому что реализовать, я еще раз повторюсь, это на самом деле самая простая вещь. Иначе его создайте, и поймите, что он действительно нормально работает. Давал комментарии по этому форму, но повторюсь, вот прямо сейчас, если показывать, как создается в конструкторе процесс на Bitrix24, это достаточно много времени. То есть мы там за час, например, можем это показать. Но не тема прям сегодняшнего вебинара. Сегодня мы хотели показать, в принципе, возможности, а как договоры настраиваются. Можно посмотреть, у нас есть вебинары, правда, коллеги в комментариях отвечают. Нужно понять, вообще-то, какое количество договоров у вас есть. Часовой вебинар выбрать по бизнес-процессу, детально рассказывать. Либо я дал ссылку на курсы, и в курсах тоже показано по шагам, каким образом бизнес-процессы можно создавать. То есть может быть и такое, и такое. Дальше посмотрите, какие вещи, которые у вас останутся в шаблоне, а те вещи, которые необходимо менять. То есть, например, юрлицо вашего контрагента, его данные, например, стоимость, какие-то особенности. То есть вот то, что там конкретно по договору, это выносится в блоки, которые необходимо заполнять. И дальше разделите, кто, какие, например, информацию можно... Ну, это, кстати, один из самых, наверное, широко используемых кислов. Если вы собираетесь в себе применять бизнес-процессы, то вы учитесь, как это делать. Можно учиться самостоятельно, директор, название, но практика показывает, что заставить себя удаленное образование получить без денег и мотивации сложнее. Поэтому можно договориться с коллегами на пару консультаций, когда вы вместе с ними создадите свой процесс, например, поймете, как это работает, и дальше будете эти процессы создавать у себя уже в компании самостоятельно. Вот насыщать информацию, все это детализировать сам договор. И на последнем шаге это будет просто там нажать кнопочку, он создался у вас, вы его скопируете, скачали, как я показал. И автоматом он сохранится у вас, например, на диске. Ну, а давай вот в простой формат. Это если так в общем... Допустим, я перешел домой, и у меня есть задача... Последний. Ну, я понял, что у меня есть процесс согласования договора. Да, да. Да, пожалуйста, мы сейчас готовы, у нас есть там минутный штук-восемь примерно, и мы на вопрос поотвечаем. Я на некоторые вопросы поотвечал, которые были в вопросах, но если что-то нужно... Еще раз, на всякий случай, я напомню, что запись вебинара будет, мы ее отправим по тем электронным почтам, на которые вы регистрировались, и я надеюсь, что она вся придет. Будет это примерно завтра, когда сконвертируется вся запись, у нас такая большая полуторачасовая экскурсия получилась, прогулка. Что еще? Скажу так, что на многие вопросы мы в ходе прям отвечали. Хорошо, тогда будем финалить. Отлично, мы даже отпустим людей чуть-чуть пораньше. Говорят, что... Значит, про... Видеозапись сказал, про подарки, которые мы обещали выслать, инструкции, мы вышли в том же письме. Если вам нужно персонально у Олега получить шаблоны бизнес-процессов, про которые Олег оговорился, напишите ему. Олег, на всякий случай, выведи, пожалуйста, слайдик со своими контактами. Хорошо. Первый вебинар из нашей серии, повторюсь, доступен на общем лендинге. В чате к брошу. Хотел прошить этот QR-код для передвижения по городу, но нет, это наши координаты. Ну, не у всех. Я вот в Петербурге, у меня нет такой QR-кода для передвижения по городу, поэтому чуть попроще. Значит, по ссылке на лендинг, который я сейчас в чат бросил, можно посмотреть первый вебинар, он там уже лежит в видеозаписи, да. И есть дальше еще несколько шагов, про которые мы будем говорить. Там другие темы. Вот сейчас мы прошли по контролю. Сегодня мы говорили про бизнес-процессы, документы, и дальше мы будем говорить там где-то про CRM, где-то про найм, адаптацию людей, которые от вас за тысячу километров. В общем, будем там чуть поглубже. На самом деле, я хочу тебя поблагодарить, потому что вопросы очень интересные и для нас тоже. Я с удовольствием сам слушаю эти вебинары, потому что очень много интересных вещей есть именно в детали. Особенно тех экспертов, которые вы приглашаете. Так что большое спасибо тоже. Ну вот, очень круто. Я надеюсь, что так и получится дальше, друзья. Поэтому спасибо огромное. Спасибо огромное экспертам. Олег, большое спасибо. Юлия, большое спасибо вам. Огромная работа у ребят по подготовке. Мы там много-много переписывались и готовились. Надеюсь, что информация была классная, интересная, и вы из нее вытащите что-то. Или с нами. Вот вопросы пишите. Друзья, спасибо огромное. Все, счастлива.